Привет, друзья! Меня зовут Евгений Денисов, и вы на канале OEMZAP. Сегодня был очень горячий день, и мы подготовили для вас одну интересную историю. К нам сегодня приехал человек, который после капиталки смог проехать целых 3000 километров, и эти 3000 километров были сплошной болью. Капиталка была сделана в другом сервисе, и сегодня у нас стояла важная задача понять, почему так произошло, что именно не так с двигателем, и обманули ли нашего клиента, или все-таки нет. Ну что, поехали! Обратился с ремонтом повторным, значит, в январе месяце приехал на работу. После ухода с работы завожу машину, слышу какие-то посторонние звуки, стуки. Значит, обратился я в сервис... Называть сервис, не называть сервис, нет. Ну, давайте назовем его сервис А. Да, предположим, это сервис А. Находится он в Медведково, этот сервис А. Значит, мне определили, что это двигатель застучал, поршневая. Ну, как бы согласились на ремонт. Значит, ремонт происходил в течение всей недели. Значит, определили, что ладиры на этих вкладышах и эллипс на головке, или блоке, я особо этого не понимаю. Цена ремонта обошлась в 205 тысяч. На ряд заказа мне написали, что блок был загильзован, поставлены все оригинальные запчасти, поставил вместо ББВ масляный насос от КД. Вот, значит, я как смотрю, порядочные люди, поверил им. Значит, все они мне сделали. Начал проходить обкатку автомобиля. На первых, там, тысячу километров я ездил не больше, там, двух с половиной тысяч, двух тысяч. Это в районе где-то 60-70 километров в час. Уже больше начал давать оборотов, да, я чувствую, что машина не едет. То есть до трех тысяч она вообще едет. То есть рычит, гудит, но ехать она не едет. Начал проходить диагностики. Я приезжал несколько раз в этот сервис, а, значит, люди, эти ребята, слушали машину на холостых. На холостых она работала нормально. Как только нагрузку машине даешь, со мной никто не катался. Я ездил один. Я им приезжаю и объясняю, они меня, ну, просто люди отмораживаются от этого дела. Вот, ну, решил, вот, в крайний случай залез в YouTube. Драйв 2, значит, хорошие положительные отзывы. Созвонился с ОМЗАП, пригласили меня, я объяснил всю ситуацию. Назначенный день приехал. Вот сейчас машина на разборе, чтобы провести депиктовку и посмотреть, в чем причина. Я хотел бы выяснить, если обманули меня, не обманули с гильзовкой двигателя. Да, вот хотел бы это выяснить. Ну, а дальше будет видно, что будем либо в суд подавать, либо будем на драйве отзывы писать. А как они объяснили, что у вас произошло? Они это как-то комментировали? Ну, я им задавал вопросы, да, о том, что, почему машина плохо едет. Они отвечают, ну, это обкатка, вот она и должна так, сейчас проедет какое-то время. Но я чувствую машину, они говорят, вы, может, не помните, но я чувствую машину до, как работала, и как работает после. Совсем разные машины. То есть, это и вибрация большая, это и гол, машин кедаль нажимает с газа, она как будто захлебывается. Она не хочет ехать до 3000 оборотов. Больше, когда нажимаешь практически к тигдауну, машина ревет, но оборот она, ну, не оборот, а скорость набирает медленно. Вроде как бы они объясняют тем, что я им начал говорить, что у вас там гильзы, возможно, не стоят. Они говорят, мы не можем обманывать людей, у нас честная организация. Ну, вот такие вот вещи. А на каком пробеге вы к ним обратились? На пробеге 95 тысяч. 95 тысяч, да, у меня стало, может быть, даже и это не послужило, да, может быть, это и не стук был. Я в этом деле, я просто обратился как бы специалистом, да. Но они мне сразу, он погазовал, постоял, сказал, что это цепь, это поршневая, нужно разбирать и смотреть. Вот. Значит, они выкрутили свечи, залезли туда эндоскопом, посмотрели, показали мне какие-то задиры, что в итоге я потом в интернете, на ютубе, опять же, на видеоролике ОМЗАП, я посмотрел, что это не задиры, а, ну, обычно, да, на, как они там, затертость какая-то, и небольшая была там затертость. Может, даже бы и не двигатель этот сам, да, может, какое-то навесное оборудование. Вот. Поэтому сюда обратился, я скинул все фотографии, все видеоролики, да, посмотрели, ребята здесь, вот, пригласили, теперь будем ждать, что покажет вскрытие. Сейчас 98, то есть с момента капитального двигателя прошло 3000 километров, да, всего 3000 километров. На первые тысячи после ремонта я приезжал к ним, менял масло, как положено, да, после обкатки, масло было чистое, вот, сейчас вот приехал. Будем тогда ремонтировать автомобиль, и с вами по результату еще раз встретимся и обсудим то, что получилось. Пока мы здесь разговаривали, парни уже сбросили голову. Пойдемте посмотрим, что с двигателем, и попробуем понять, почему мотор себя так вел практически сразу после капиталки. Поехали. Так, вот маркировка, это ремонтный размер поршня, плюс 0,5 миллиметра. Мотор тут, тут не гильзовали, его просто расточили под ремонтный размер, а хозяину сказали, что его гильзовали, еще взяли за деньги. Так, поршни, поршни болтаются немного, ну а что нам это, о чем нам это говорит, ни о чем нам это не говорит. Пока непонятно, в чем причина того, что двигатель себя так ведет. По задирам, ну слушай, я тут не вижу ничего криминального. Хон есть, никакой драни здесь нет. Так, по головке, по головке, особых нареканий тоже нет, возвращатели новые. Покажи вот там вот на, где задир, на валах. На валах есть повреждения, и вот тут прям такая глубокая царапина, но это не смертельно. Цепи, цепи, цепи комплект здесь новые стоят. В целом, здесь пока криминала никакого нет. Слушай, тогда вопрос, вот этот ремонт стоит тех денег, которые отдал за этот человек? 205 тысяч он заплатил. 205, но не знаю, честно говоря, я думаю, у нас бы он сделал за эти деньги получше. Вопрос только остается в том, что он, блин, расточенный, а не гильзованный. Хотя по факту было указано, что гильзованный. Снимаем плиту, насос матовый мы сняли уже, тут был установлен КД. А колено-то не хочет вращаться. Закусывает, а чего с ним? Так, пошли дальше разбирать. Вот оно. Почему он такой? Что-то с шатунной вкладышей выглядит так себе. Прям совсем так себе, особенно учитывая, что они 3 тысячи прошли. Слушай, а они же, а они синие? Без подбора, что ли? На колене же написано 2Б, все двойки 2Б. Здесь не так, специально. Но здесь тоже синий. Здесь тоже синий. Может быть здесь, странно, здесь синие вкладыши, может быть колено полировали. Ну, похоже, что полировали. Может быть даже здесь, под сальник, здесь в этом месте тоже полирнули. Окей, ну это все надо промерять. Пока все интересно, но ничего не понятно. Снимаем колено. Ну что, корневые абсолютно живые. Все с ними нормально, никаких вроде повреждений нет. А вот вкладыши шатунные, они в очень, в очень подозрительном состоянии. Так, на стенках цилиндров каких-то повреждений или глубоких царапин нет. На поршнях есть износ, поршни ремонтные, между кольцами видим, что творится. Двигатель уверенно ел масло. Ну, собственно, вот такая картина. Сейчас будем отправлять колено на промерку. Может быть тогда поймем, что там творилось со вкладышами и почему так клинил двигатель. Ну что, парни, подводя итог сегодняшнего дня, могу сказать следующее. К сожалению, нашего клиента обманули. Ему сказали, что была гильзовка, но ее не было, и оплатил он несуществующую работу. Ему двигатель просто расточили в ремонтные 0.5, и на этом все. Плюс собрали своеобразным образом, потому что колено клинило, вероятнее всего, шатунные вкладыши были подобраны неверно, потому что сейчас, через 3000 километров после капиталки, шатунные вкладыши находятся в очень плачевном состоянии. Ну и опять же, колено клинило. В следующей серии этого видео мы обязательно расскажем вам о том, первое, вы просите цены, сколько стоит капиталка этого двигателя. Второе, чем закончилась история нашего клиента с тем сервисом. И третье, разумеется, мы вам покажем, как уже исправный автомобиль выезжает на дороге общего пользования. С вами был Евгений Денисов, канал OEMZAP, и не забываем ставить лайк, подписываться и нажимать на колокольчик, потому что я хочу, чтобы самый лучший контент вы получали первыми. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok